Вот. Дальше попробуем представить себе, ну, лишь постольку, поскольку об этом говорит церковное предание. Опять-таки говорю, это не догматическое учение церкви, но достаточно настойчивое церковное предание. Говорит о том, что душа человека по разлучению с телом в течение наших земных трёх суток пребывает ещё здесь. Но, вы знаете, определённый опыт говорит и несколько о другом даже. Что до сорокового дня ощущали присутствие вот этого человека, ну, духовное присутствие. В сороковой день вдруг всё, как всё оборвалось, всё. Вот это ощущение присутствие кончается. Церковное учение говорит, что человек в течение трёх дней здесь потом утверждается, что в течение шести дней человек, душа, душа, извините меня, да, душа удостаивается видением, видением горнего мира. И затем ещё тридцать дней она оказывается перед лицом, перед лицом созерцания того, что вне Бога находится условно. То есть, ада. Как можно понять эти вещи? Вот о мытарствах, о которых я сказал, по-разному же говорится. Иногда говорится, что душа сразу бывает схвачена, и начинается уже у неё истязание, истязание о добре и зле, которое она совершила. Иногда говорится, что после шести дней созерцания горнего мира. Друзья мои, это не имеет никакого принципиального значения. Важно совсем другое. Первое же надо понять, что время и вечность, а душа переходит в вечность, это категории совершенно несопоставимые, они просто разные. Ну, просто разные и всё. Как километр и килограмм. Кажется, кило-кило, а вещи совсем разные. Так вот и здесь. Поэтому, когда мы говорим о трёх, шести, сороковых днях, – это те указания опыта. Опыта тех людей, которые могли видеть, что происходит с душой, и перевести их в язык времени нашего земного. Там же уже нет времени. Там наступает вечность. Вечность – это не статическое что-то. Там нет времени, но нет и застоя, умирания. Что же тогда такое? Ну, примерно то же, что об электроне. Помните, писал? Он находится в одном месте? Нет. Он движется? Нет. А тогда что же? Вот то же самое время. Есть там движение времени? Нет. Так что же там? Смерть и неподвижность? Нет. Что это? Вечность. Вот вечность – это примерно электрон, как его описывают. Ну, если говорить, теперь попытаться, ну, расшифровать, что ли, что означает и что происходит с душой по смерти. Первое, о чём настойчиво говорит церковное предание, настойчиво и, нужно сказать, определённо. Очень хорошо это выразила игумень Арсения Себрякова. Не знаю, её уже канонизировали или нет, это украинская церковь, но я действительно святая подвижница, которая достойна канонизации. Вот что она писала. Когда человек живёт земной жизнью, то он не может познавать, насколько дух его находится в порабощении в зависимости от другого духа. Не может этого вполне познавать потому, что у него есть воля, в которой он действует, как, когда хочет. Но, когда со смертью отнимется воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освящая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут им обладаеми. Чрезвычайно серьёзная мысль. В общецерковном предании эта мысль выражена такой идеей – по смерти нет покаяния. Если понять это безотносительно к тому, что только что я зачитал, то звучит более чем странно. Разве может наступить время, когда Бог не принимает покаяния, а именно так обычно и понимает? Этого не может быть. Бог не изменяем. Бог никогда не меняет своего отношения к человеку. Никогда. Является ли он святым и пресвятым, духовно совершенным, или исчадием ада? Никогда, потому что Бог не изменяем. Он одинаково любит как Иуду Искариотского или какого-нибудь Каина, так и Иоанна Предтечу, и Богоматери. Почему? Потому что Бог есть любовь, и Он не может быть другим. Понимаете, в чём дело? Поэтому, когда церковное предание настойчиво, и можно сказать, что это уже является одной из истин христианской веры, говорит о том, что по смерти нет покаяния, то надо это понять. Не в том смысле, что поздно, голубчик, теперь же всё. Тебе давался срок, а теперь с тобой никаких разговоров. нет. Причина, значит, не в Боге, а в изменении состояния человека. Вот, оказывается, в чём дело. По смерти нет покаяния, как чего? Как вот этого действия воли. Видите, она хорошо написала Игумене Арсении. В земных условиях у него есть воля, которой он действует, как, когда хочет. Там отнимется воля. То есть, он не может уже действовать так, как он хочет. Вот, если взять и перевести её слова. Воля, значит, он может действовать так, как он хочет. отнимется воля, он не может действовать, как хочет. Вот, курит и не может бросить. Хотел бы. Говорят ему, у тебя и рак будет лёгких и прочее. Не может. Нет воли. Не может действовать, как он хочет. Хотел бы – хотел, а действовать не может. Вот, видимо, что происходит. То есть, не видимо, а из этого следует, что происходит с душой после смерти. Отнимается воля, отнимается способность к действию так, как хочет. Само хотение может сохраняться, но действий, сил нет. Вот это первое, так сказать, и очень важное положение христианского вероучения. Оно засвидетельствовано, повторяю вам, совершенно, так сказать, ну, нигде не подвергавшимся сомнению, утверждениям после смерти нет покаяния. Вот. Именно вот так, поэтому нет, а не потому, что Бог меняется. Был любовью, а стал, знаете ли, таким грозным судьёй, что уже ничего не принимает. вот это, друзья мои, очень-очень важная вещь. Значит, мы здесь находим вот такой важный момент, что хотение не может отниматься. Оно присутствует как способность в душе. А вот воля, воля отнимается со смертью тела. И дальше, что говорится? Очень важно. Поскольку воли уже нет, то душа, душа соединяется или с Духом Божьим, или, как писал Антоний Великий, с демными мучителями в силу своего состояния. не потому, что она хочет или не хочет, а потому, что она не может уже. И поэтому соединяется с тем, что есть. Почему такие есть слова? В чём застану, в том и сужу. Что же, в чём же это есть? Что это такое? Что это такое, да, что душа соединяется? Мы с вами уже, по-моему, когда-то имели возможность говорить о чрезвычайно важном вопросе. Чрезвычайно важном вопросе. О том, что это вот это такое, что соединяет душу с Богом или, напротив, с демонами. Что это такое? Обычный ответ без комментариев. Грехи и добродетели. Неправда. Неправда. По крайней мере, неправда в том смысле, что это надо объяснить. Что значит грехи и добродетели? Не грехи, а грех. И не добродетели, а добродетель. Это первое. А что именно? Нельзя забывать, кто первый вошёл в рай, кто первый соединился с Богом. Слышите? Оказывается, величайший добродетелью, необходимейший, являющийся основанием для всего, если хотите, непререкаемым условием, необходимым, и если хотите, достаточным даже, а не только необходимым условием в соединении с Богом, является что? Искренное осознание своей греховности, осознание, как говорили отцы, ненависть ко греху, раскаяние в этом, осознание того, что я действительно грешный человек, и только ты, Господи, можешь меня спасти. Помяни меня, Господи, во царстве твоём. Вот она, истинная добродетель. Если этого нет у человека, все прочие добродетели оказывают ничто. Ничто. С другой стороны, и все грехи его оказались ничто перед лицом вот этого осознания себя, этого покаяния, этого смирения. Все грехи оказались ничто. Вот что соединяет с Богом, но отсутствие этого и становится непреодолимой преградой между человеком и с Богом. А вот что соединяет человека с Богом. Вы только подумайте. Вот всё время приходится повторять. Я много раз повторяю, но не удивляйтесь этому, что повторяю. Хочется, чтобы это осталось в конце концов. Это святотеческая мысль. Потому что она как-то совершенно тает, как туман. Просто не видят её и всё. Что мы спасаемся не добродетелями самими по себе, а добродетели, то есть наше доброе делание, которое мы бы хотели, включая сюда и и молитву, и пост, и правила, и так далее, и милость по отношению к людям, тогда и только тогда они являются полезными и необходимыми, и действительно необходимыми, когда они приводят человека вот к этому состоянию внутреннего сокрушения о своём недостоинстве. Если они к этому не приводят, если они приводят напротив человека к состоянию тщеславия и мнения, то все эти добродетели становятся ядом для души. КОНЕЦ